Добрый день в студии Борис Штерн в эфире девятого канала программа еврейская энциклопедия Сегодня как обычно мы поговорим о главном исключительно потому что в еврейской системе нет второстепенного и все что имеет статус заповеди с точки зрения иудейской традиции этим главным является Ну а главная тема программы уже через секунду на ваших экранах Кто-то из них кричит а кто-то повторяет это слово нараспев кто-то просто звенит мелочью в кружке или в стакане многие останавливаются и бросают пару шекелей Подобная благотворительность очень напоминает милостыню существующую во многих культурах мира но в иудаизме она имеет особый статус Ты можешь просто пройти мимо а можешь бросить пару монет и получить благословение Израильтяне делают это практически на автоматическом уровне Многие из них гуляя здесь по улицам старого города вместе со своими бабушками и дедушками наблюдали эту картину неоднократно То есть благотворительность в иудаизме это не просто закон это многовековая традиция Слово цдака имеет тот же корень что и слово цедек справедливость правота Иными словами цдака это установление справедливости У евреев есть и некий аналог налога на благотворительность Обязательное отделение десятины Маасер По меньшей мере 10% от любой прибыли должно уходить на обеспечение изучения Торы и на помощь беднякам За подробностями обратимся к эксперту Слово цдака одна из самых больших заповедей Торы Каждый из нас обязан давать И написано Если приходит человек и потянул руку То обязан ему дать Каждый должен дать по-своему Богач больше, бедняк меньше Написано, что человек, который зарабатывает определенную сумму Он должен знать, что он получает от Бога только 90% Десятая часть это от него как залог, да, пикадон А просто Бог делает ему испытание Как я буду себя вести с этой частью Я ее оставлю у себя или я дам ее дальше Сдака имеет очень много вариантов И разные степени есть Рамбам пишет об этом Например, есть степень, что я знаю, кому я даю И он знает, что я ему дал Потом есть самая важная степень Это когда я не знаю, кому я дал И тот, который получил, не знает, от кого он получил Идея о благотворительности прямо заповедана в книге Дворим Открой ему руку свою, говорится там И, как сказано в другом месте в книге Воикра Чтобы жил брат твой с тобою А каждый, кто видит нищего, просящего подаяния Но отворачивается от него и не дает ему пожертвования Нарушает также и заповедь запрет Как сказано Не ожесточи сердце своего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим Мудрецы и также первый рэбль Хаббада Говорит об этом Что когда человек дает цдаку Так это его... Написано... Он говорит так Значит его мозг и его сердце становится очень чистым Больше, чем даже другие заповеди Это его очищает Это его делает больше святым Турак говорит, что вообще, когда мы исполняем заповеди Бога Мы не должны ждать, что вот сразу мы получим зарплату за это Бог даст нам за эту зарплату Духовном виду, материальном виду Потому что Асер Алменадши титашер Асер это десятая часть Асер это ошер, это богатство В честь этого я вам дам богатство Значит Бог говорит нам Дайте больше цдаку Вы получите больше деньги Написано в Талмуде, что даже у меня дырка в кармане И я потерял 10 шекала Даже не знаю И нашел бедняк И купил хлеб Я выполнил заповедь здака Получается, что даже если мы даем кому-то пожертвование нехотя Это тоже работает Человек после нашей помощи сыт А это главное В любом случае вы обратили внимание Еврейская благотворительность не имеет ничего общего С известным во всем мире понятием милостыни Мы не поддаемся влиянию своего собственного сердца И не сами решаем, дать или не дать Мы выполняем еврейский закон Цель которого Привнести в этот мир Такое понятие, как социальное справедливость Тора обещала множество всяческих благ За выполнение заповедей о цдаке Вот что говорится в Талмуде Сказал Раби Элазар, сын Раби Йоси Каждый акт цдаки и милосердия, которые евреи совершают в этом мире Создают мир В смысле покоя и гармонию И серьезных защитников В смысле ангелов-заступников По мнению Раши Между Израилем и их отцом небесным Репхаем Ицхак Шпигель считает, что занимается именно созданием гармонии Во всяком случае, процесс выполнения заповеди вызывает у него радость Мы делаем то, о чем просит нас Всевышний Он и сам дает цдаку, проявляя нам свое милосердие То, что делает он сам, делаем и мы Он просит нас блюсти справедливость, помогать людям Если вы помогаете другим, Бог поможет вам самим В трактате Роша Шана говорится так Сказал Раби Ицхак Четыре вещи аннулируют суровый приговор Небесного суда человеку И вот они Благотворительность, крик Имеется в виду искренняя молитва, полное раскаяние Смена имени и изменение поведения Но если все так серьезно То как правильно выполнять заповедь от цдаке? Всегда, когда мы даем цдаку, это правильно Вообще написано перед молитвой каждое утро Перед этим, чтобы приходить к Богу Пносить у него жизнь, здоровье Так Бог хочет от нас, чтобы мы отдали свое Поэтому перед этим мы даем обязательно цдаку Синагога своя, есть там еще синагога И у меня немного, так я должен раньше читать Кроме этого Например, если мой брат бедный, так он первый На бытовом уровне это похоже на цепную реакцию Пожертвования цдаку дают все Даже те, кто ее собирает Отдают тем, кому еще нужнее, чем им Единственные, кто освобожден от этой заповеди Те, у кого не хватает денег на еду Или те, у кого слишком большие долги Долги необходимо отдавать в первую очередь Стокат, 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 стокат Тора запрещает отказывать нищему Правда, это не относится к профессионалам, освоившим доходное ремесло В местах обильного скопления туристов А к нуждающимся на самом деле Для исполнения важной заповеди о благотворительности Необходимо использовать все самое лучшее Если ты отдаешь человеку еду, это должна быть самая вкусная еда Если ты даришь ему одежду, это должна быть лучшая одежда из той, что у тебя есть Очень важно понимать Мы исполняем закон, а не проявляем спонтанное милосердие У себя дома нужно обязательно, чтобы была купать сдока И не только одна Чтобы каждый, например, из наших детей имел свою баночку И не только это Чтобы на кухне была тоже баночка Почему? Мы должны всегда помнить, что есть еще кто-то, который нуждается Написано так Тора – это учеба, учеба Тора А вода – это что было в храме, служба в храме Сейчас наша служба – это молитвы, которые мы собираемся в синагоге Гмилут хасадим – это милосердие Мир построен на милосердии Если нет милосердия в мире, так все, оно разрушается Раби Элазар, сын Раби Йоси, говорил, что каждый акт дздаки порождает ангела-заступника Это значит, что если вы жертвуете кому-то один шекель одной монетой То вы породили одного ангела, который будет свидетельствовать вашу пользу на небесном суде И если вы хотите создать своего ангела, то просто отложите монетку прямо сейчас А потом отдайте тому, кто нуждается Или когда будете у котеля, найдите Рэбхайма из Хака Шпигеля Он точно знает, как это делать И помните, количество таких ангелов-защитников вполне зависит от действий человека И от заповеди дздаки, которую многие считают краеугольным камнем иудаизма Так что давайте, давайте и давайте Даже в тот момент, когда вам кажется, что человек на улице, который у вас попросил шекель, в нем не нуждается Давайте и в этот момент дздака это заповедь, которая возвращает добро тому, кто ее исполняет Хотите узнать об этом больше? Найдите ближайшую общину Хаббат-Баалия в своем городе Там ответят на ваши вопросы Вся информация об этом на странице Хаббат-Баалия в фейсбуке Адрес страницы прямо сейчас у вас на экране После рекламы в программе «Еврейская энциклопедия» Недельная глава Торы Трума, подробности от Рава Херсонского К субботнему столу Японский омлет Минск, еврейский центр еврейской Беларуси Оставайтесь на девятом Мы вернулись после рекламы В эфире программа «Еврейская энциклопедия» Минск — это моя любовь Мой родной город Сегодня отправимся в тот город, где я родился и вырос И познакомился с еврейской традицией И первый раз в жизни попробовал мацу То есть это очень еврейское место Об этом сегодня в нашем сюжете Очень может быть, что Минск назван в честь отца-основателя города Еврейского купца Менеска Говорят, у него была мельница А мук он молол не из зерен, а из камня Но это, конечно, только одна из легенд Город, в котором сходились торговые пути на Москву, в Украину, Польшу, Прибалтику В 14 веке призвал к себе евреев в качестве силы Необходимой для восстановления его экономики И пришли сюда первые евреи в эпоху Великого княжества Литовского Их так до сих пор и называют литваками Ну, конечно, благодаря особым традициям В проведении молитвы и особенностям диалекта языка идиш Уже в 16 веке знатные евреи Минска титуловались «панами» Они носили при себе сабли и всегда были готовы защищаться В это же время в городе была открыта первая ешива, в которой преподавал толмудист, каббалист и раввин Ихель Кальперин В этой ешиве учились студенты со всей Речи Посполитой Во время революции 1917 года в Минске было 83 синагоги Банкиры были исключительно евреями, а среди купцов их было меньше Всего каких-то процентов 90 При этом половину всего населения города составляли евреи Число синагог в Минске превышало количество церквей Хоральная синагога была построена в конце 19 века Позже в этом здании находился Белорусский государственный еврейский театр «Госет» Вторая половина 20-х годов 20 века стала периодом расцвета еврейской культуры Белоруссии Практически все вывески в городе дублируются на идиш Катастрофа европейского еврейства не пощадила этот город Львиная доля евреев Минского гетто погибли в Тростянецком лагере смерти В 11 километрах от Минска Но это был еще не конец После убийства Михуэлса в 1948 году началась настоящая антимитская вакханалия Евреев арестовывали только за то, что они изучали евриты и идыш Читали книги Шалам Алейхова В последние годы еврейская жизнь в Минске возрождается В исторической части находятся две синагоги На улице Даумана Литовская синагога, на улице Кропоткина Бетхабад Исповедующий духовное учение родившегося в белорусских Любавичах Ребе В 2008 году Национальное агентство по туризму Белоруссии разработало экскурсию «Расстрелянные звезды. История Минского гетто» Еврейский музей в здании Минского еврейского общественного центра В небольшом зале музея эксклюзивные экспонаты Машинка для изготовления мацы из Орши, ей больше 100 лет Гакмецер – приспособление для рубки селедки Вот, как оказывается, готовили любимый всеми форшмак Кстати, первый кошерный ресторан Минска должен открыться прямо на днях Называется он «740». Приходите! Кошерно – это, во-первых, очень вкусно! Кстати, рядом с Хабатской синагогой в Минске Есть очень красивый парк и набережная А рядом с Литовской целое озеро и тоже парк Мое личное место силы А знаете, поезжайте туда сами и все увидите Если вы в ближайшее время отправляетесь за границу И вдруг окажетесь в еврейском квартале любого города Сделайте видео и пришлите его нам, вот на этот вот адрес Или на страницу нашего канала в фейсбуке Мы покажем его в ближайшем эфире Ну а в ближайшую субботу во всех синагогах мира будут читать недельную главу Торы Недельная глава Трума вводит для нас новую тему, которая для внимательно изучающих Тору И людей, которые хорошо разбираются в иудаизме, кажется очень парадоксальной Здесь мы получаем заповедь о строительстве храма В чем парадоксальность этой истории? Дело в том, что тот Бог, в которого мы верим, он находится везде И мы не можем обозначить какую-то точку во времени или пространстве И сказать, что в этом месте или в это время Бога больше, чем в любом другом Таким образом, если человек, например, в молитве возносит глаза к небу Это исключительно образный момент, который, возможно, поможет человеку настроиться на волну Всевышнего Но вовсе не потому, что где-то там в облаках обитает какой-то бородатый дедушка Добрый или злой по разным версиям И когда мы получаем заповедь о строительстве храма Это вызывает очень много вопросов, зачем это нужно Так мы читаем в главе, и, собственно, это и ответ на поставленный вопрос Создайте мне храм, и я буду пребывать среди вас То есть не в нем я буду пребывать, а пребывать буду среди вас Получается, что вот эта постройка, вот это здание, которое тогда называлось Мешкан Некое временное пребывание Бога среди евреев Которое потом преобразовалось в храм впоследствии и навсегда в Иерусалиме, на храмовой горе Это не место, где Бога больше, чем в других местах Это место-триггер Это место, которое запускает у евреев ощущение Бога Хронологически и исторически заповедь о храме пришла после того, как евреи допустили грех золотого тельца Успели раскаяться в этом грехе В ходе этого греха они потеряли право на Тору Скрижали были разбиты и это возможно было символом того, что договор заключенный по выходу из Египта с дарованием Тора расторгнут Но ничто не может устоять перед желанием человека вернуться к хорошему, вернуться к Богу И поэтому Моше поднялся второй раз на гору Синай и спустился со вторыми скрижалями И после этого сразу же была получена заповедь о создании храма Почему Бог дал эту заповедь и в это время? Возможно, объяснение и ответ на этот вопрос будет лежать в том, что Несмотря на то, что Бог всегда выступает для нас как тот, кто диктует абсолютные истины Которые не зависят от текущего нашего настроения, отношения или положения вещей Тем не менее, Бог всегда идет навстречу людям И грех золотого тельца показал, что людям очень сложно с абстракцией и с абстракцией Бога Поэтому, когда Моше удалился, они вернулись на привычные рельсы С оттенками идлопоклонства, с которыми они хорошо были знакомы в Египте, будучи рабами И вообще идлопоклонство очень понятная штука Есть какой-то понятный Бог, которому что-то нужно, с которым можно о чем-то договориться Мы всегда хотим, это человеческое очень Нам хочется иметь возможность с этим Богом договориться Когда же мы сталкиваемся с Богом в бесконечности С Богом, у которого нет рта или ушей, чтобы услышать наши просьбы Или ответить в какой-то понятной по-человеческой форме Людям сложно Возможно, заповедь о храме – это некий ответ, некая интеракция в Торе Возможно, эта заповедь изначально и не была предусмотрена Но, возможно, Богу было важно проложить более комфортный человеческий путь Для людей, которые идут к Нему Для того, чтобы было какое-то место, которое можно украсить Было какое-то место, где можно что-ли сфокусировать свои силы и почувствовать Бога лучше И поэтому дается заповедь о храме Хотя, подчеркивается, не подумайте, что Бога здесь больше, чем в каком-либо другом месте И именно здесь его можно ухватить за бороду Храм существует для того, чтобы Бог был среди нас, среди людей Это была недельная глава Торы с Равином Херсонским У нас на очереди кухня И, разумеется, наш новый субботний рецепт Японский омлет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шаббат Шалом Мир шалайм